Я буквально вчера накануне съемок сегодняшнего ролика размышлял на тему, чтобы такое приготовить. Вернее, я же не всегда размышляю, что приготовить. Я часто думаю, что показать и о чем рассказать людям, которые увлекаются гастрономией, кто живет с едой рука об руку. Есть люди, конечно, которые вообще все им пофиг, и они жрут еду как топливо, таких очень много, даже несмотря на то, что эти люди осознанно смотрят мой канал. Я вижу по комментариям, что люди не хотят понимать ничего, не хотят интересоваться ничем, а просто пишут какие-то странные комментарии. Так вот, я не про этих людей, я про то, что у меня в холодильнике завалялось довольно большое количество сыра. Ну вот у меня 4 разных куска. Значит, вот этот я, видите, по следам от терки, понятно, что это сыр, я его натирал на терке. Вот этот вот сырок, это козий с трюфелем, судя по всему, это, наверное, Франция. Вот это у меня трехлетний, я его из Левкадии привез. Вот это из Амстердама, это тоже трехлетний, твердый такой, вообще мощный. Это однолетний, это вообще не знаю, что такое. Ну, в общем, допустим, вот я нашел 4 куска, которые, наверное, могли бы в вакуумной упаковке пролежать сколько хочешь. Но, как только мы открываем вакуумную упаковку, мы сразу попадаем в ситуацию, когда этот сыр может заплесневеть или засохнуть. Ну вот, вы не можете... Хорошо, если вы можете, то ешьте, 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 пока этот весь кусок у вас не зайдет. Да, пришли гости, классная винишечка, троливали. Я, например, винишечка не пью, и вот мне жалко этот сыр выбрасывать, пока он еще не засох. Я вам как раз сейчас вот и покажу лайфхак, то, каким образом можно давать сыру новую жизнь. Так, все эти штучки-дрючки ненужные срезаем. Значит, берем этот мягенький сырок, нарезаем его какими-то произвольными кусками. Вообще произвольными, как захотите, хоть треугольниками. И складываем вот сюда, в банку. В ресторанной Гарден в Зеленограде я вот эту штуку использовал для того, чтобы вообще не париться по поводу хранения сыров. Так, Old Amsterdam. Вот этот сырочек, старый Амстердам. Очень популярный голландский, но не очень старый сыр. Теперь, что у нас тут? Давайте, Левкадию будем пробовать. Три года надо же было такое. Ого, как пахнет. Однако, хорошо пахнет. Что-то я не ожидал, что российский сыр будет иметь такую крутую ароматику. Сливочный, классный, вкусный. Короче, типа пармезана, что-то такое. Ну, такой тематики, скажем, твердые сыры, ферментированные. В общем, вот этот сырочек добавляем вот сюда. Если банка не очень крупная, и такая, знаете, может быть, ее даже помельче кубиками порезать. Если вы сами это делаете, вы отчетливо понимаете, что эти сыры разные. Вот они, видите? Вот, три разных сыра. Их видно по фактуре, по структуре, по цвету. Они все разные. Я рекомендую делать это именно с разными сырами. Это может быть один сыр, может быть, два, может быть, три, может быть, четыре, пять. Так, голландские выдержанные. Ой, вкусно. Такое послевкусие приятное. После него. Значит, этот. Ай, голландский, конечно, пахнет по-особенному. Я вообще, сколько путешествую, ни разу не встречал ничего похожего на голландский сыр. Он с хрустяшкой. Вот там внутри хрустяшка при длительном созревании у сыра. Пармезана у Пекорино-Романо, у Грюера. Вот, о, я не помню, как называется этот сыр голландский. Трехлетней выдержки. Там кристаллы. Это как раз вкус у маме или природное образование глютамата натрия. Вот его я помельче, чтобы он уже заполнил все, тут, так сказать, полости и дырочки. А то я что-то там некоторыми кусками так разболтался. Вот, смотрите, допустим, четыре вида сыра у меня здесь. Теперь берем и режем чеснок вот такими дольками. Если вы раздавите чеснок, пойдет очень много жижи, сок выделится, окислится с воздухом, да, он будет такой резкий. У нас нет термообработки никакой. Поэтому чеснок должен быть очищен способом в кастрюле. Шучу, можно немножечко, главное, чтобы он остался целым. Все, мы чеснок добавляем вот сюда. Буквально там 7-8 вот таких плюшечек. И ни в коем случае не пишите мне о том, что типа сейчас ты чесноком и объединил все вкусы. Мы берем разные сыры. Они разные по вкусу будут. Чеснок. И травы розмарин и тимьян. Они дадут этому сыру новую жизнь, новый вкус. И я это называю маринад. Хотя, по сути, какой-то маринад, если там нет никакой кислоты. Вот смотрите, 3-4 веточки розмарина. Нужно снять листочки. Палки не нужны. Я складываю в кутер. То есть нужно это перемолоть. Для этого погружной блендер не пойдет. Блендер-стакан не пойдет. Нужна вот такая штука. Теперь я беру тимьян. Снимаю листочки. Палки выкидываю. Палки можно подсушить. Или если у вас варится бульон, то добавьте туда палочки. Тоже они дадут дополнительный вкус. Дальше. Вкусное оливковое масло. Я специально отвернул, потому что это не реклама. Это вкусное оливковое масло. Льем сюда. Есть два способа ароматизировать масло. Нагреть его до 70 градусов по Цельсию, забросить туда травы и дать остыть. При остывании 70 градусов дает хороший разогрев для эфирных масел, которые находятся в травах. Потом, соответственно, все это вместе объединяется и получается ароматное масло. Второй вариант это когда вы пробиваете траву вместе с маслом. Но учтите, что вот этот вариант это щадящий вариант, потому что если нет термообработки, достать оттуда 100% вкуса не получится. Поэтому я использую без термообработки вариант, потому что мне не нужно, чтобы этот сыр, чеснок не помешает, а вот если будет сильный аромат розмарина, тогда вы будете есть вначале розмарин, а потом на послевкусие чувствовать уже тот сыр, который вы планировали есть. Блендер, комбайн, комбайн, блендер. Старвинт, видите, написано? Внизу ссылка на магазинчик. Посмотрите, может вдруг что полезное там есть. Это наш спонсор, если вдруг кто забыл. Делаем маленькую скорость. на маленькой скорости даем возможность вначале как бы на первом этапе отдавать, разбивать клетки. Пусть клеточки немножко разобьются, разомнем. Все, этого достаточно. Не нужно разбивать все это в однородное пюре. Нужно разбить часть вот этих капсул с эфирными маслами у розмарина, тимьяна. И все. Теперь вот это масло с травами нужно залить вот сюда. Все, так как у нас ароматное масло уже есть там, просто добавляем столько, сколько нужно. Но это сыры настоящие. Контрабанда. Ну как, когда везешь их не на продажу, а когда едешь за рубеж сам, то конечно это не контрабанда, это сувениры. Но то же самое можно делать и с российскими сырами. Только не с мягкими сырами, да, не с моцареллой. Очень кстати хорошо будет здесь какая-нибудь копченая скаморца. Ну то есть это производная от моцареллы. Сыр такой тоже молодой, но такой не мягкий, не твердый. Копченый, представляете, добавляете, у вас все это лежит. Самое главное, что если, например, вы собираетесь не переживаете, приедете, у вас на весь холодильник заплесневел один сыр плесневый, а который рядом с ним лежат, плесень на них переходит, да, потом они теряют свою ароматику и так далее. Вот так сделайте, у вас не будет никакой плесени, масло вот это все застынет в холодильнике и оно будет, знаете, как будто в сливочном вы это все замочили. И оно является очень крутым консервантом масла. Я при всем при том, что противник оливкового масла, но вот этот рецепт, это, конечно, вот я его давным-давно прочухал, понял, дошел сам, нигде не прочел, а вот сам такую допил эту историю. И все, вот так вот берем. И вот она, эта баночка, видите, с сырами, которая находится в масле и в травах. Это бомба, это может стоять просто, не знаю, год спокойно. Но если только масло не прогоркнет, хотя вообще в холодильнике не должно. Все, встряхнули, сверху у вас трава, здесь везде травка, муравка, маслица, все. Сам сыр внутрь не попадает вкус, он внутри остается точно таким же, каким был раньше. А сверху мы приобрели что? Правильно, вкусный, ароматный такой палантин, который дает вам шикарное послевкусие. Приятного аппетита, друзья, и обязательно попробуйте сделать так, не пожалеете ни секунды.